Удмуртия и Пермский край не объединяются. Слухи о слиянии регионов развеял Александр Соловьев. Глава Удмуртии на аппаратном совещании потребовал отчета от вице-премьеров за летний отдых и уборочную. И сообщил, о чем будет говорить с Дмитрием Медведевым на этой неделе в Москве. Все подробности у Марины Баль. Кондиционеры не справлялись. На совещании в резиденции главы было жарко. Генерал МЧС заметил, жители Удмуртии мигрируют к воде. В воскресенье сразу четыре человека утонули. Отдыхали на стихийных пляжах. Из обещанных 18 района этим летом открыли только один в селе Яган. Планировалось открыть и не открылись пляжи Борезинском, Ворожском, Главовском, Грабусском, Дебенском, Регринском, Каракуленском, Кесском, Кенясовском, Костогорском, Мождественском, Сарапусском, Салкинском, Сеусенском, Юганском, Ярском районах и городе Сарапуле. Что стыдно большая камера, а в городе Сарапуле до сих пор пляжа нет. Купальный сезон в лучшем случае закроется через месяц. Усилить профилактику обращается глава к муниципальным властям района и на видеосвязи. По-прежнему контроль за детскими лагерями. Вице-премьер по требованию главы доложил, сейчас работает 22 лагеря. За лето отдохнет 90 тысяч детей. Сегодня открыта последняя смена. Напомню, что в бюджетах в Удмуртской институте было выделено на свыше 200 миллионов рублей. И средняя стоимость миллионов у нас составила 12 180 рублей. Так же, как и в предыдущие годы у нас запланирована компенсация 50% от этой суммы. Министр внутренних дел доложил, в Удмуртской полиции создан отдел по борьбе с наркотиками вместо упраздненного госнаркоконтроля. Работа налажена. В день сотрудники выявляют по 10 наркопреступлений. Сейчас сосредоточены на операции МАК. Вот, например, в Москве, в Северном Северном Севере, наркорастей, где же в Сагаду Клене местная жительница, которая стоп-маком выращивала сам участок, неоднократно это напряжало участковым снять протоколы. Тем не менее, с украинством, достойным большего применения, продолжала выращивать мак. О законных сельскохозяйственных культурах доложил вице-премьер Токарев. Уборочная стартовала. По северным районам урожайность 14 центнеров с гектара, по южным – 34. Заготовка кормов идет высокими темпами. Растут надои. На сегодняшний день 16 гектров. С плюсом республика идет на 700 грамм. Мы каждый день молока производим на 86 тонн больше. О поддержке удмуртской программы «1 миллион тонн молока» Александр Соловьев будет говорить в среду с российским премьером Медведевым в Москве. И о налогах. Республика настаивает на справедливом распределении федеральных средств тем, кто отчисляет в общероссийский бюджет больше, чем оставляет себе. А общаясь с прессой, глава развеял главный слух этого лета – Удмуртия и Пермский край не объединяются. Такого разговора у нас при встрече с пермяками не было. Мы говорили о федеральном округе, который будет участвовать в выборной кампании. Об этом я ни разу не слышал ни в Кремле, ни в аппарате президента, ни в правительстве. Давайте эту тему как-то раз и навсегда уже закроем. Марина Балилия, Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». Приставы рассказали, куда отправиться на этой неделе в совместные с газовиками рейды. В общих планах навести должников Завьяловского, Молпургинского, Киясовского, Красногорского, Сентинского и Алнашского районов. Такие рейды уже прошли в Ижевске. Так, в Первомайском районе проверили 9 адресов самых злостных неплательщиков. В результате двоих отключили от ресурса, а один тут же отдал долг в 10 тысяч рублей на месте. Такие рейды приставы и газовики намерены проводить постоянно. Один погибших, 13 пострадавших. Среди них двое близняшек, которым всего по три недели. Итог пьяных ДТП за последние дни. На дорогах было задержано почти 100 нетрезвых водителей. На трассе НЛГ и Жевск. Водитель автомобиля УАЗ пьяный и бесправ. Врезался в ФИАТ. В нем ехала семья, водитель, его супруга и двое новорожденных малышей. Только благодаря автолюлькам дети спаслись, но, как и родители, получили травмы. А вот смертельное ДТП произошло на дороге Водкинска-Шаркан. Автомобилем Ниссан управлял молодой человек, 23-х лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения. А семья приобрела автомобиль буквально за день до ДТП. Исправившись с управлением, съехал в Кувет, после чего произошел наезд на дерево. На месте ДТП скончалась супруга водителя, 23-летняя девушка. В авто была еще одна пассажирка, беременная женщина. День смерти подруги стал днем рождения ее малыша. Врачам удалось принять роды и спасти недоношенную кроху. Сама пострадавшая сейчас в реанимации. В ГИБДД снова напоминают телефоны дежурной части. Они круглосуточные. Набрав, вы можете сообщить о пьяном водителе и предотвратить трагедию. За месяц до начала нового учебного года в Удмуртии стартовала благотворительная акция «Помоги собрать ребенка в школу». Ее главные адресаты – дети из неблагополучных и малообеспеченных семей. Одежда, констовары, учебники – это именно то, что нужно будущим ученикам. И стоит все это недешево. В чем и убедился наш корреспондент Дмитрий Вороновнин, подсчитав стоимость набора первоклассника. Семилетняя ежевчанка Маша Богомолова с нетерпением считает дни до школы. Очень хочет поскорее стать первоклассницей. Вместе с мамой девочка погружена сейчас в приятные хлопоты. Походы по магазинам отнимают много времени. Я с нетерпением жду 1 сентября, чтобы хорошо учиться. Мы сейчас ходим с мамой по магазинам, выбираем ручки, карандаши, портфель. Очередной шопинг принес сегодня маме с дочкой не самые приятные эмоции. С утра искали школьный сарафан, чтобы красивый, но недорогой. В семейном бюджете заложили на него сумму в 1200 рублей. Но обойдясь десяток магазинов, поняли, с цифрой погорячились. Все намного дороже. Особенно этот сарафан, который будущей первоклассники понравился больше остальных. Но от него пришлось отказаться. Цена кусается. 1450. Собрать ребенка в первый класс достаточно дорогое удовольствие. На самом деле сейчас все дорого. В нашем мире сейчас все дорого. Но я думаю, что мы еще сходим, посмотрим. Мама будущей первоклассницы подсчитала. Уже купленные школьные письменные принадлежности, рюкзак, спортивный костюм и кроссовки обошлись семье примерно в 10 тысяч рублей. Со школьной формой сумма перевалит за 12. Это именно та цифра, которую на днях обнародовали специалисты Удмуртстата. Они ежегодно рассчитывают среднюю стоимость так называемого набора первоклассника. В этом году она составила 12 200 рублей против 11 в прошлом. На увеличение стоимости набора повлияло подорожание учебников, ранцев, одежды и обуви. Впрочем, выход, как недорого, подготовить ребенка к школе есть. И о нем напомнили сегодня в республиканском Минторге. Традиционно в конце августа начнут работу школьные базары. В них примут участие сотни предприятий Удмуртии, специализирующиеся на производстве школьных принадлежностей и одежды. Таких ярмарок, конечно, на базарах можно приобрести дешевле, чем, допустим, в магазинах специализированных. Так как специально предприятие готовится и везет именно под новый учебный год. Большие школьные базары в августе будут работать в Ижевске, Глазове, Можге и Сарапуле. У желающих стать депутатом Госдумы страны остаются считанные часы, чтобы подать документы в ЦИК. Сегодня ровно в 6 вечера Центр избирком Удмуртии прекратит регистрацию кандидатов. У нас 16 человек изъявило желание поучаствовать в выборах в Государственную Думу. Из них один человек самодвиженец, остальные представители 9 политических партий. Из 16 человек, которые изъявили желание, на данный момент 6 человек уже зарегистрировано. И, в общем-то, на регистрацию подали 15 человек всего, пока нет документов от нашего самодвиженца. Впрочем, работы после 2 августа у ЦИК Удмуртии не убавится. Еще неделю будут приниматься документы от желающих стать депутатами районных советов и поселений республики. В общей сложности там предстоит заместить 3600 мандатов. Последний срок регистрации – 8 августа. Десантники сегодня отмечают 86-ю годовщину со дня образования ВДВ. В Ижевске пройдут митинги и шествия. Охранять порядок будут полицейские. Завтра они переходят на усиленный режим несения службы. Руководитель регионального отделения Союза десантников попросил всех, кто отслужил ВДВ, отметить 2 августа достойно. Воздушно-десантные войска – это элита вооруженных сил. Воздушно-десантные войска являются резервом главнокомандующего, верховным главнокомандующим вооруженными силами. Это наш президент Российской Федерации является верховным главнокомандующим. Поэтому к элите более суровый спрос. По данным МВД, в Удмуртии День десантника отметят более полутора тысяч человек. В столице республики праздник завершится концертом на стадионе «Динамо». Температура бьет все рекорды. В Ижевске сегодня жарче, чем в Сочи. Но спасение есть. Знающие горожане в эти выходные на три часа оказались в Заполярье. Елена Керн с подробностями. Самый северный в мире цирк – это якутский. Шоу «Тепло. Вечной мерзлоты». Синтез цирка и театра. Действие на редкость динамичное, где балет сменяет битва шаманов. А представление заполярных животных – лис, песцов, оленей, лайк, трио-клоунов. Раньше наши предки носили, но не такие, конечно. Это просто у нас гламурные, современные для зрителей, чтобы так было. Вот так сказать. Ну вот шапка как называется? Дябака. Дябака. В спектакле о противостоянии враждующих семей и любви – счастливый конец. А еще 150 эксклюзивных национальных костюмов, образы северного эпоса, грандиозный свет и декорации. И, конечно, главные действующие лица – жонглеры, эквилибристы, акробаты и четвероногие, хищники и рогаты. Я бы не стал выделять каждого артиста, потому что у нас коллектив очень дружный, коллектив очень молодой. У нас 30 человек, и практически все номера идут на ура. И все-таки зрители ждали главного – коронный номер – империя хищников. В одной клетке – пумы, ягуары, полярные канадские волки и собаки-хаски. Возвучные гимнасты, да. И что еще было? Клоны. Клоны вообще классные. Ребенку очень понравилось. И олень. Олень, потому что к нам близко подошел. Радужные люди. Прямо так открытые очень. Очень, мне кажется, такой позитивный народ. Гастроли бриллиантового цирка Якутии в Ижевске продлятся до 28 августа. И у меня на этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова